Эй, Бей, ты в последнее время какой-то задумчивый ходишь. Чувствуя, кто-то занимает все твои мысли. Кто их может занимать? Михримах Султан, например. Что ты такое говоришь, на сухо, Фенди? Как тебе это пришло в голову? Очень просто, Бей. Все знают, что госпожа проявляет интерес к тебе. Это всего лишь привязанность еще с детства. Проходи, Мирджан. У Айфи Фахатун для тебя новость есть. Решение тебе сегодня объявят, Ага. Но я подумала, раз уж я заехала к Шах Султан, сообщу тебе сейчас. Государь назначил тебя на должность старшего слуги, Мирджан. Как повелит наш великий Падишах? Завтра ты должен приступить к своим обязанностям. Подготовься к этому, Мирджан. Госпожа, с вашего позволения, я поеду. Мне уже пора. Да, можешь идти. Что такое, Мирджан? Ты ведь теперь старший слуга, ты что, не рад? Госпожа, меня устраивает вполне моя служба. И я уходить от вас не хотел бы. А ты никуда и не уходишь, Мирджан. Приходи, когда захочешь. И на этой должности ты будешь еще больше полезен нам. Моя госпожа, как вы сочтете нужным? Шах-Султан своего добилась. Мирджан-Ага во дворце. Да, это важное дело, попасть во дворец. Но еще важнее суметь остаться в нем. Даже если он вдруг чихнет, меня обвинят. В общем, будем ждать, Рустем. Его скоро не будет. И не только его. Пришел конец, Шах-Султан. И Хатиджи-Султан тоже. Что ты имеешь в виду? Вам известно, что я давно ищу пропавшее золото Ибрагима Паши. Оно наконец нашлось. Где же ты его отыскал? Как вы и предполагали, золото во дворце. Наши милые госпожи очень тщательно его прячут. Как же ты узнал? Ты в этом уверен? Сегодня на рынке предполагались торги. Вещи Ибрагима Паши выставили на широкую распродажу. Но торги не состоялись. Одна персона сразу купила все. Хатиджи-Султан. 600 тысяч Акча она заплатила за это богатство. Госпожа может и больше потратить, конечно, на свои нужды. Но ведь каждый Акче, который кто-то берет из казны, как всем известно, фиксируется в книге. А этой суммы там нет. Может, она у кого-нибудь ее попросила? Она могла занять у ростовщиков евреев. Но это опасное дело. Вряд ли она отважится. Так что, источник лишь один. Так вы же все осмотрели. Каждый уголок в ее дворце. Золото очень хорошо спрятано, госпожа. Так просто не найдешь. Рустем, мы во что бы то ни стало должны его найти. И предъявить повелителю это золото. Есть, госпожа, один способ. Раз до него не добраться, пусть. Она сама придет к нам. Шек Заде? Ваш визит – большая честь для меня. Синьора. Ехьеби, добро пожаловать. Простите меня, Шек Заде. Это сеньор Бенита и его супруга, мои давние друзья. Они сейчас на острове Хиллс живут. Я не знала, что они сегодня придут. Они ненадолго. Но если их присутствие вас смущает, то они уйдут. Не нужно. Как дела в гареме, Фидан? Все нормально, надеюсь? Да, хвала Аллаху, госпожа. Из рабынь, что доставили недавно, я лично отобрала умных и красивых и уже начала готовить их для Шек Заде. Ты уж постарайся, Фидан. Очень нам нужна девушка, которая поскорее бы родила Шек Заде. Проходи, Ай-Шех Атун. Госпожа, как Наргиз Шах? Что, случилось что-то? Да нет, все хорошо. Я пошла к Шек Заде, но говорят, что он уехал, а он должен был тебе доложить. Простите меня, госпожа. Я подумала, вы захотите узнать. Иди к дочери, Ай-Шеха. Куда это он на ночь глядя уехал? Быстро выясни. Как прикажете? Познакомиться с вами большая честь, Шек Заде Хазритлери. Народ вас очень любит. Вы завоевали сердца всех людей, так как принимаете справедливые решения. Это справедливость великого нашего повелителя султана Сулеймана, сеньор Бенита. Мы лишь стараемся вершить ее наилучшим образом. Конечно, Шек Заде. Сеньора Габриэлла говорила о вас с чувством огромной благодарности. Вы помогли ей в ее торговых делах. Нам понятно это. Мы тоже столкнулись с подобными трудностями. После окончания войны с вами все было улажено. Я знаю, Шек Заде. Мы признательны вам за это. Но, как вам известно, нам ведь достается мало продукции. Установленные квоты на торговлю крайне низкие. Ваш азарт купца понятен, сеньор Бенита. Однако, предоставленные вам права детально изложены в наших торговых договорах. Выйти за их рамки мы не можем. Османское государство заботится о том, чтобы его народ всегда был обеспечен всеми необходимыми товарами за весьма небольшие деньги. Вот потому пшеница, ячмень, кожа, шелк, селитра являются у нас товарами, запрещенными для вывоза. Только тот товар, который у нас в избытке, можно вывозить из страны. Но, насколько я знаю, бывает и исключение. Ну вот же, сеньоре Габриэлле вы разрешили, дали ей привилегии. Мне их временно дали, сеньор Бенита. Шех Заде мне милость оказал. Верно. Но в их торговую жизнь подобные решения только новые силы вольют. Я так скажу вам, если вы расширите квоту нам, то... Привилегии, предоставленные мною сеньоре Габриэле, как она и сама сказала, не являются постоянными. Благодарю за прекрасный ужин, сеньора. Шех Заде, хазрит лири. Шех Заде, простите меня. Я уверяю вас, я их просила эти темы не затрагивать. Мне очень неловко, Шех Заде. Все нормально. Торговец, он всегда торговец. Они скоро уйдут, Шех Заде. Прошу вас, останьтесь. Я так хотела провести этот вечер с вами. Поэтому вы пригласили своих друзей? Приятного вечера. Паша, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, собирайся, Хатун. Через два дня уезжаем. Ты же говорил, вроде что мы поживем здесь. Да, я ждал, пока найдут золото. А теперь, это не нужно. А что такое? Ты нашел его? А я с Паша сказал, чтобы я не вмешивался. Вероятно, он сам разобраться решил. Я так думаю, он узнал, где спрятано золото. Во дворце проведут еще один обыск. Как во дворце, в каком? Ну как ты думаешь, в каком? Во дворце Шах Султан, естественно. Видно, известно, что-то стало. Да, во дворце его давно бы нашли. Не скажи. Дворец большой, а может, и закопали где-то. Я приложил столько силы, в итоге, а я с Паша его найдет. и ему все почести и награды достанутся. Не переживай так. Вряд ли они найдут его там. Пойду на стол накрою. Ну иди, иди. Накрой. Хвала Аллаху, что Мирджан старший слуга. Нам удалось лишить Хюрем одной руки. Да. Теперь, я думаю, нам будет известен каждый ее шаг. Да. Нам бы надо Малко Чеглу на свою сторону привлечь. Не вижу нужды. Одно лишь его присутствие это заслон единственную жемчужину государя. Я не вижу единственную жемчужину Малко Чеглу на свою сторону. Малко Чеглу Пойдите. Повелитель. Все, ты можешь идти. Подойди, Мирджан. Наш великий повелитель пожаловал своему рабу важную должность. Я жизнь за вас отдать готов. Тебя ожидает очень сложная работа, Мирджан Ага. Я ничуть не сомневаюсь, ты будешь верно служить мне. А я с Паша пожаловал, повелитель. Он ждет вашей аудиенции. Хорошо. Зови. Повелитель. Здравствуй, Айс-Маша. Мирджан, ты можешь идти. Что это? Я по поводу визиря Косыма Паши, повелитель. Если вы мне позволите, я бы хотел снять его с занимаемой должности. Ты меня не хочешь поздравить? Маги стали головой. И фрит. Я смотрю, у тебя сразу язык развязался. Сюмбюляга. Ты будь осторожнее отныне. Учти, я слежу за тобой. Госпожа. Мирджан Ага, рада тебя видеть у нас. Поздравляю. Да поможет тебе Аллах. Это ведь такая ответственная должность. Аминь, госпожа. Для меня очень большая честь служить вам. Позвольте удалиться. Ай-яй-яй. Змея поганая свальнется нам на голову. Сюмбюляга, да оставь ты его. Ты знаешь, у нас есть дела поважней. Конечно, вы правы, госпожа. Госпожа. Рустем Паша тут прислал вам весточку. Он вчера с Нигер Хатун поговорил, а утром только Паша из дома вышел. Нигер тут же за порог и тоже куда-то ушел. На сухой фенде приходил, да? Вы куда-то ходили. Ты что, следишь за мной? Просто интересно. Куда вы ходили? Мы с ним были на рынке. Там личные вещи Ибрагима на торге выставили. Спасибо. Эбусуэт Эфенде помог. Я все их купила. И на что ты купила? Надеюсь, ты это сделала на свои деньги. Хатиджетта сошла с ума. Ты не должна и Акче оттуда брать. Сумма была слишком крупная. Брать в долг некогда было. На свои деньги внимание привлекать. Выхода не было. Госпожа. Госпожа. Нигер, что такое? Госпожа. Извините, что я вас беспокою. Но тут такое дело. Рустам Паша сказал, что Аяс Паша уверен, что золото спрятано здесь. А почему надо снять Косыма Пашу с должности? Он всегда непочтительно отзывался обо мне. Вечно дерзит мне на глазах у всех визирей Совета. А тут вообще перешел все границы. Заявил, что ваше решение о казни Рамазана Глупе и Паши неверное. Надо этому воспрепятствовать. Я отстраняю его от должности. Объяви ему об этом. Как прикажете, Повелитель. Да. Повелитель, Хюрем Султан пожаловала. Пригласи. Паша, если это все, ты можешь идти. Простите, есть еще дело. Сулейман, ты хотел меня видеть, но если я не вовремя, то... Госпожа. Слушай, Аяс Паша. Я узнал, что Хазыр Хайреддин Паша находится в Манисе. По пути в столицу он изъявил желание навестить Шахзаде. А что, что-то случилось? Согласно указу, после похода солдаты были распределены по округам. Шахзаде с Хайреддином Пашой проинспектировал войска и раздал деньги. А с чего вдруг Хайреддин Паша решил навестить Шахзаде? Если он собирался туда, почему не предупредил меня? И что значит, раздал солдатам деньги? За что? Мы не довели до конца поход. Мы вернулись, Аяс Паша. Я сам не понимаю, поверите. Ладно, иди. Сулейман, что ты так злишься? Что с тобой? Ну, раз дал Мустафа солдатам деньги, что такого? Всему должно быть свое время и место. А он действует, как ему в голову взбредет. Солдаты очень любят Шахзаде Мустафу. Особенно Янычары, ты же знаешь. И Шахзаде Мустафа к ним относится так же хорошо, и это понятно. К тому же, разве это не одна из обязанностей Шахзаде? Я хочу побыть один, Хюрем. Больше он ничего не сказал. Это все, что я знаю. Госпожа, дело серьезное. Если золото обнаружат здесь, то они наверняка подумают на вас. Хатидже, Нигер права, послушай ее. Если найдут золото, то обвинят нас. Теперь ты довольна? Вот результат того, что ты скупила вещи на рынке. Напрасно переживаешь. Его не найдут. А найдут, я одна буду виновата. Госпожа, так золото, значит? Я ведь уже говорила тебе. В общем, надо отвезти его во дворец и сдать все это золото. Нет. Никогда. Да, Хатиджи, не упрямься. Пока золото тут, у нас не будет никакого покоя. Вина не на тебя только. Но и на меня, и на Людфипашу ляжет. Тогда надо его перевезти в другое место. Куда ты отвезешь столько золота? А? Допустим, перевезешь. А как ты будешь охранять золото Хатидже? Я хорошенько все подготовлю. И перевезем его ночью. Если ты не расскажешь, откуда кто узнает. Ты ведь знаешь, Паша. А я с Паша давно роют мне яму. Ты сам виноват, Паша. В конце концов, он великий визирь. Надо все-таки проявлять уважение. А то никакие заслуги от опалы не спасут. Прошу тебя, держи себя в руках. Ты нужен мне здесь, в Совете. Ты прав, Паша. Но так иногда трудно бывает сдержаться. Великий визир Хазрат Лили. Нам сообщили, вы приказали созвать Совет. Приказал Людфи, Паша. Есть много вопросов, которые нам нужно обсудить. А, Касым, Паша. А ты напрасно пришел. Ты больше не визирь Совета? То есть, как Паша? Я представил повелителю прошившие бои отставки. Своей высокой волей повелитель ее одобрил. Пусти меня, Паша. Тихо, остынь, Паша. Лишился должности? Так хоть сохрани голову свою. Спаси Аллах. Госпожа, вы хотели меня видеть? В чем дело, Ташлы Джалы? Как это понимать? Почему я ничего не знаю? Простите, госпожа, я допустил какую-то оплошность? В чем-то провинился? Не думаю, что я ничего не вижу. Шахзаде уезжает из дворца иногда по вечерам. Сейчас же объясни мне, где это вы бываете и чем занимаетесь? Не извольте беспокоиться. Мы с Шахзаде гулять ходим. Или охотимся иногда. Или, бывая у поэтов, слушаем хорошие стихи. Ну, а среди этих поэтов бывают генуэзские женщины? Госпожа. Не отрицай, не лги мне. Он ездит к ней, так ведь? К этой синьоре Габриэлле. Пару раз он ее навещал, да. Но, уверяю вас, поводы для беспокойства. Откройте. Да. Матушка, доброе утро. У меня заседание совета. Если это не срочно, то поговорим позже. Оставьте меня на единейших, Шахзаде. У вас плохие новости? Сеньора Габриэлла. Скажи, что у тебя с ней? А что, собственно? Она что, здесь? Нет, ее нет. И зачем мне это? Ты ведь часто ездишь к ней. Я делаю то, что считаю нужным. Мустафа. Ты что, забыл Елену и всю эту историю? Ты хочешь пережить то же самое еще раз? Матушка. Вы сегодня увидитесь в Шахзаде, сеньора? Нет, это вряд ли, сеньор. Вы же видели, он вчера ушел с ужина, очень недовольный. Вы должны убедить Шахзаде предоставить нам привилегии. И чем быстрее, тем лучше. Тогда и ваша сестра Лукреция скорее вернется к вам. А может рассказать Шахзаде обо всем? И он быстро найдет Лукрецию. Как я понимаю, насчет Шахзаде Мустафы у вас другие планы. Но будьте осторожны. И если Шахзаде узнает, кто вы такая и чем занимаетесь, то все ваши планы рухнут. А главное, свою сестру Лукрецию вы уже никогда не увидите. В чем дело, почему ты здесь? Госпожа, простите, я не слышала, как вы вошли. Я присматриваю за госпожой. А где Айша Хатун? В хамам пошла Фидан Хатун. Нергис Шах тебя любит, я вижу. Как тебя зовут? Румейса, госпожа. Румейса? Кто тебя так назвал? Я назвала госпожа. У нее такое чудное имя, не выговоришь. Как там? Лукреция. Как ты себя чувствуешь? Раны уже зажили, Фахрия? Болят, когда хожу, госпожа. Немножко. Ничего, это пройдет скоро. Ты будешь теперь всегда рядом со мной. Я вверяю тебе свою жизнь. Клянусь, я буду вам верна до своего последнего вздоха, милостивая госпожа. Госпожа, госпожа, ко дворцу Шах-Султан недавно подъехала повозка. На нее грузят золото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повелитель, Хюрем-Султан пришла. Пригласи. Сулейман. Вестей от нашего зодчего не было еще? Сказал, осталось немного. Скоро закончат, и ты все увидишь. Мой вакф уже активно работает. Надо столько сделать. Построить лечебницу, медресе, школу, трапезную. Все сделаем со временем. И я хочу, чтобы все это было объединено в одно целое. Да. Повелитель, Рустем Паша пришел. Повелитель, простите, что я вас беспокою. Но дело очень важное. Я должен немедленно доложить. Госпожа, добрый вечер. Добрый вечер, Боли Бэй. Госпожа, вы просили дать ответ по одному известному вопросу. Простите, что заставила вас ждать. Меня Мехмед ждет. Боли Бэй. Я хотел бы обсудить с вами одно важное дело. Одно важное дело? Какой мир Джанага? Веселей, шевелись. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лири! Откройте ковшины. Дорогу! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА